Девушки отдыхают Хорошо, хорошо Да, мы развернулись, у нас другая тема, но тема тоже связана, между прочим, со здоровьем, потому что мы сегодня будем говорить о том, как недобросовестные бизнесмены и, может быть, просто граждане небизнесмены Но все равно недобросовестные В погоне за клиентами и прибылью не совсем порядочно себя ведут по отношению к нашему богатству, потому что лес наше богатство, Николай, да, в Кировской области? Ну, скажем так, у нас и так не очень много в городе деревьев становится, и все меньше с каждым годом для нас становится, зеленых зон у нас как-то вот замечается это И поэтому те люди, которые еще портят то, что осталось, они, конечно, не могут вызывать чувство уважения, да, вот честно говоря, мне это очень тоже вот не нравится Потому что вот, ну, когда особенно еще и гвозди в деревья загоняют, а такое тоже есть, к сожалению Это когда рекламные такие конструкции, какие-то самодельные Деревяшечки, когда прибивают, да, такие фанерные листочечки, да, вот такие большие В моем районе, где я живу, их довольно-таки много, они все однотипные, это все врачи, которые выводят граждан из запоя Вот они почему-то очень активно на деревьях такие желтые на фанерных листиках приколачивают Я несколько штук отодрал, одну из них приволок домой, она у меня висит дома на всякий случай Понятно Как визитка Как визитка, да Ну, просто я столько с ними боролся, что я не мог трофей домой не приволочь, да Но, честно говоря, вот как бы дело в том, что они все это делают очень рано утром, я никак не могу их поймать То есть этих людей поймать невозможно, можно только плоды их трудов каким-то образом минимизировать, да, вред нанесенный им Вот как бы минимизировать, да, но тем не менее выходишь из дома и висит уже в установленном порядке объявление, да Требуются расклеящики объявлений На деревья От 900 до 1500 рублей за день, расчет, сразу Ну и кто же откажется-то? А клеят где попало? В том числе и на деревья Не только клеят, но и прибивают Прибивают, вот самое, что объявляют В общем, мы сейчас будем говорить с неравнодушной Кировчанкой, которой эта история тоже очень не нравится Это Наталья Садыкова И Наталью многие в городе знают, да Но мы Наталью представим сегодня как инициатора добровольного экологического проекта «Деревья дятлом» Наталья, добрый день Добрый день Спасибо, что вы мне дали возможность общаться на эту тему Да, пожалуйста, проект новый совсем О нем точно никто ничего не знает Мы пока еще про него не рассказывали Я пока не узнал программу, сегодняшнюю программу, по передаче тоже о нем ничего не знал, поэтому говорите с самого начала Так, ну начинаю, да, с самого начала Проект действительно новый, и это уже не слова То есть у нас, у меня дверное убеждение, что если нужно какое-то дело организовать, то должна быть энергия не в свисток, а сразу в дело Вот, и мы уже с небольшой инициативной группой, с неравнодушными людьми, состоящими из моей семьи, наших друзей, хороших знакомых Мы уже внедрили, воплотили в жизнь этот проект «Деревья дятлом», так мы его назвали между собой И хотим, вообще в чем состоит суть, да, наверное, этого проекта И вообще, с чего все началось, могу я? Конечно, давайте предысторию, потому что интересно же Началось все, как-то, по-моему, даже перед Новым годом То есть вы не так давно? Даже раньше, даже немножечко раньше началось с моего осознания С моего, как сказать, у меня открылись глаза Я вдруг увидела эти дурацкие таблички на деревьях Сколько лет мы живем в стороне Порошина, да, в районе Боровицы И ездим, и почему-то я не обращала внимания, как изгажены наши деревья, как изгажена наша дорога А летом я ездила на ретрит на Байкал И мы, там есть такая традиция шаманская, повязывать ленточки Так вот, там запрещено на живые деревья даже ленточки повязывать То есть это такие ленточки желаний Для этого есть специальные места, специальные столбы А в том случае, если ты осквернишь дерево, а это именно так, там воспринимается Ничего хорошего не будет Ничего хорошего не будет А у нас люди прибивают гвоздями, привязывают проволоками всякие ненужные рекламные объявления Но еще привязывают проволоками, это щадящие, прибивают, еще приклеивают Щадящие, это только кажется, Николай, да? Да, Николай, да Это только кажется щадящие Когда мы их снимали, дерево растет, ствол увеличивается, ветки растут И эти проволоки, они впиваются в дерево Это вот знаете, как вот руку перевязать В общем, перетянуть Перетянуть Мою душу Начинали, когда это было одно А уже когда мы это делаем, когда мы снимаем, когда мы очищаем деревья Тут такая, я не знаю, это очищение, это какое-то открытие Это какое-то единение с природой еще более глубоко Это ощущение, когда ты отпускаешь птицу на волю Вот то же самое, когда ты с дерева все убираешь, ты даешь ему Да, да, как будто начинаешь сам легче дышать вместе с деревом Вот, то есть с Байкала А затем перед Новым годом мы ездили с друзьями за границу Восхищались, как там красиво, как чисто И их пригласили, они с другой стороны И их пригласили к себе в гости И вот я как раз ехала домой Еду я в такси И смотрю по сторонам И думаю, господи, это в этот, извините, свинарник Приедут мои друзья и скажут, ты же здесь живешь Вот, восхищаясь чем-то другим А почему мы не можем сделать это сами? И вот тогда начал зреть у меня этот план Что как только сойдет снег, как будет возможность Пусть маленькими шажочками, но я даже сама буду это делать То есть не надо ждать ни от кого, что кто-то придет, кто-то за тебя сделает В общем, вот так вот потихонечку и название родилось Что деревья дятлом, оно, конечно, не только буквально У него, понятно, есть и переносный смысл Да? У нас еще дятлами называют И не совсем, как сказать, разумных людей Но мы им-то как раз не хотим возвращать деревья Скорее от них очищаем Да, то есть, ну, если ты считаешь, что вот там где-то у тебя немножко было сотрясение мозга Тогда тебе простительно, да? Ну, мы говорим, что дятел Вот, ну и то, конечно, мы будем все это снимать и чистить Вот, а так деревья для птиц, деревья для того, чтобы мы ими любовались Деревья для того, чтобы они украшали наш мир Вы к работам когда приступили? То есть снег сошел, вы говорите, это где-то апрель, наверное, был, да? Мы к работам еще не приступили Ну как же, я видела в Инстаграме фотографии уже со снятыми табличками из деревьев Так, это, по-моему, началось Первые работы у нас начались в мае Где-то в начале мая начались Потому что там, знаете, вот когда это все карантин Когда мы боялись Ну, понятно, вы не собирались, вы соблюдали, вы соблюдали все требования, которые были всем Мы не провоцировали, да, ни людей, никакие там разговоры не нужные Но время идет, борщевик растет, подбираться к деревьям сложнее Клещи становятся агрессивнее, поэтому мы тянуть не стали Вот, и где-то в начале-середине мая мы приступили Первый десант наш свершился Работы оказалось больше, чем мы ожидали Можно я еще тоже добавлю, что было страшным открытием Что помимо деревьев, ну, как хотелось почистить деревья Господи, вся дорога Где-то метров пять от дороги сплошняком Лежит мусор Лежит мусор Но неужели людям трудно довезти Прямо в мусорных мешках, бутылки Это все мы тоже собирали Казалось, что мы соберем только таблички Да, Наталья, а дорога какая? Вот давайте мы просто опишем Это что за дорога? Это дорога, которая вот Порошино-Боровица Порошино-Боровица, там, где живет наша элита То есть там живут люди достаточно обеспеченные Они ездят мимо на машине Вместо того, чтобы довезти мусор куда-нибудь А зачем они повезут мусор в элитный поселок? Они из элитного поселка вывезут Зачем повезут в город вот между? А что, подождите Ну, во-первых, мне казалось, что в таких поселках Всегда есть какие-то индивидуальные контейнеры У каждого дома Я вот не знаю, можем ли мы бросать камень Все-таки в сторону жителей этих поселков Или это скорее отдыхающие какие-то Потому что природа-то там красивая Кто-то ездит, например, куда-то, да Подальше, ну, я не знаю, там поля какие-то Дальше ведь есть, по-моему Ну, я думаю, что мы не будем никого здесь обвинять А я вообще к тому, что, ну, это уже случилось А все на будущее, на сейчас и на будущее Чтобы, ну, если ты видишь этот мусор Есть у тебя возможность подобрать? Подбери, ну, хотя бы один пакет выкинь Ты уже сделал шаг ближе к чистоте Вот, ну, я вот к этому больше клоню Так, Порошина-Боровица Там на деревьях, вот, судя по тому, что есть в Инстаграм Кстати говоря, надо сказать, что движение ваше Ну, вот этот проект «Деревья дятла» Он пока только в Инстаграме представлен То есть там фотографии, небольшое описание Такое у каждого У каждой фотографии Может быть, вы будете расширяться потом там, да И привлекать новых сторонников Вот то, что я видела там Это несколько участков деревьев На которых размещены такие фанерочки И в основном там объявления из разряда Продам участок, привезу там что-то еще Очень много бетона Да, бетон Но это вот для людей, которые вот в этом районе, видимо, строятся, собираются Конечно Едешь мимо себе участочек выбирать Смотришь, о, бетон Как удобно, да Обычно в новых домах в лифтах клеят такие объявления Ремонт недорого Перевезу, ремонт недорого и прочее Расклещики тоже, ведь, они чувствуют сливую аудиторию Поэтому, если прийти, например, на кладбище И посмотреть там, что прибито на дереве Там в основном связано все с ритуальными услугами Выруем, сделаем, сколотим Сделаем памятник, там все что угодно Так что они тоже видят, где размещаться Мы сейчас про эти таблички более подробно поговорим После небольшого перерыва Наталья Садыкова в нашей студии Инициатор экологического проекта «Деревья и дятла» Мы его продолжаем Трасса Порошина-Боровица В начале мая группа активистов начала Очищать деревья просто Освобождать деревья от рекламного мусора, так называемого Того, который деревьям наносит вред Это щиты какие-то специальные, прибитые, примотанные проволокой на деревья С телефонами поставщиков разных услуг В основном строительных, как мы выяснили до перерыва Вы эти таблички сняли, сколько их было? Вот первый ваш рейд Помните? Я понимаю, что вы до последней штучки не посчитаете Но порядок хотя бы, десяток, два десятка Ой, ну мы вывозили У нас, конечно, грузовиков не было Но у нас были две машины Такие Объемные машины Легковые, но большие Легковые, но большие И мы каждый раз вывозили Все, что у нас был, какой транспорт Мы его забивали И табличками, и мусором в том числе То есть два багажника, как минимум, вы вывезли Больших Ну, это мало Это мягко говоря С каждого рейда Очень много еще занимало у нас место растяжки Растяжки, которые висели там годами Это огромное И они уже превратились в лохмоть И это так Ну, даже это эстетически было неприятно Они тоже за деревья зацеплены, да? Вот, они были примотаны Металлическими вот этими вот креплениями О чем я и говорю В общем, да Ну, когда много лет, конечно, это ужасно Это ужасно Дерево растет, мы говорили Там уже никакой информативности не обнаруживалось Кто-то повесил и забыл просто, скорее всего Да, повесил и забыл А на деревьях все это висит Ужас давливает Вот Все убрали Все убрали Все вывезли Убрали Следите ли вы сейчас за этой территорией Еще как следим Представляете? Ну, вот последние таблички Оказывается, у нас был брак в работе Как нам сказали Ну, вот ездим, посматриваем Последние мы убрали вчера И вот представляете, сегодня я еду И я чувствую себя Жителем заповедника То есть только дорога и деревья И это такое наслаждение Ехать Еще у нас свежая зелень И одного желтенького листочка Ну, прямо как в сказке То есть сейчас я понимаю, что я живу На природе Как-то сейчас записала Мир, в котором я живу Называется мечтой Вот сейчас, да Я ее не жду Эту мечту То есть я Вот в некоторой степени Для себя ее создала Вот Вокруг себя Опять же, проблема всегда в том Что и такие Такого рода рейда Они проходили и в городе Раньше, но через какое-то время Все возвращалось Вот это вопрос о том О том Да Что говорит Николай У него расклечки объявлений Появляются рано утром Их поймать невозможно А вы Вот вы сейчас убрали Эти все объявления Что будет дальше? Что будет дальше? Вы же не можете патрули организовать Смотрите То есть Понятно, людям нужно дать Вариант Юридические фирмы Да, ну вообще фирмы Сейчас по сути Ну как сказать Образованные люди Они уже на столбы не смотрят Есть интернет В котором все прекрасно Можно разместить всю полную информацию А что касается объявлений Когда действительно бабушка продает дачу У нас есть остановки И я уже заказала несколько досок объявлений Вот Которые мы хотим разместить На остановках На остановках Да Это дать возможность людям Культурно размещать свои объявления Вот Ну и еще Мы разработали знак Я, наверное, парочку знаков там Где-нибудь так аккуратненько прикреплю Естественно, не на дереве Было бы вообще-то на дереве прикрепить Это было бы что-то Да И знаете Это был бы новый поворот Вашего проекта экологического Приколотить знак Осторожно деревья Ну там такой знак, да Что как дерево Ствол дерева Это рука У нее проколачивается гвоздь А ниже написано Представьте, что деревья Это руки ваших родителей Вот И может быть Кого-то это остановит Кого-то это остановит Да Надо заказать у вас Несколько таких знаков Потому что Что касается досок объявлений Потому что у нас управляющая компания На всех подъездах повесила доски объявлений Вы знаете Вот окружающие деревья Этого чище не стали Потому что вдоль подъезда Людей как бы вот тут не ходят Вот там, где поток людской идет Да вот вдоль вот этого потока Вот все опять обколочено Тут вопрос Тут вопрос, конечно, контроля И мы будем сейчас Именно вопрос того, что Как это все сохранить Вот это сделано Будем сейчас связываться С начальником территориального управления По Первомайскому району Вячеславу Симаковым Я надеюсь, что Вячеслав Николаевич Нам пояснит все-таки Что происходит Потому что он в свое время В бытность там И заместительным начальником По-моему Я забыла даже Как назывался этот отдел Благоустройством занимался Он эту тему поднимал Конечно С вот этой вот рекламой Он был один из самых активных борцов С этой рекламой И тогда я помню Что администрация города Даже пыталась ввести некие меры И по-моему Об этом сообщалось Даже не на федеральном уровне Что сейчас Приняты какие-то нормативные акты Которые позволяют штрафовать За размещение рекламы В неположенных местах Не расклейщика вот этого вот Объявления И прибивателя Да А тому Кому выгодно это объявление То есть вот какая фирма И чей телефон указан Фирма устанавливается И получает штраф И больше Извините, пожалуйста Не посылается Своими объявлениями людей Прибивать там Дощечки на деревья Клейка столбы На двери подъездов И прочее Что контролировать Надо просто Достаточно просто сказать Что вот если узнаем Что такое было Если кто-то позвонит Вы вашу зарплату там Извините И не получите Вот и все Но в принципе Такое у нас в планах есть Да Естественно Мы будем и сами убирать Но и если мы будем Видеть объявление Мы уже будем звонить По этим номерам И просить Добровольно Очистить Да Дерево Я честно говоря Не знаю Все-таки это не бумажная Расклейка Вот эти вот фанерки Которые размещаются У меня есть ощущение Что это делают Не расклейщики То есть вот тут У меня ощущение Что это прям вот Поставщики бетона Того самого Или строители Вот этого дома Кто это делает Тот это и крепит Вот и все Видеонаблюдение Знаете Они По-моему На четвертый этаж Вот если Соизмерять Вот таким Они пользуются Вот этими Своими вышками И так высоко Размещают Объявления Но мы и до них Добрались А как Кстати говорить И почистили все А у нас Такие бойцы Есть у нас Молодой человек Он По лестнице Уж сколько мог Долез А потом По веточкам Аккуратненько Ничего себе Да спортсмен В общем Знаете Для благого дела Благие люди Находятся Страшно же на самом деле На дереве Все у нас было хорошо Причем У нас даже участвовали Маленькие дети И они Детям-то мне кажется Это вообще Очень правильная история Хотим деревья дятлов Очень правильная история Им название очень нравится Мне кажется Название симпатичное Мне кажется Название очень привлекающее Внимание Отличное название Мне кажется Которое там Сторонников себе И если вы будете это продвигать в социальных сетях, мне кажется, вы очень много фолловеров насобираетесь. Можно добавлю? Племянник мой. Ну, тетя Наташа, сейчас деревья дятлам, а потом что, поля мышам? Поля мышам. Я говорю, давай сначала тут разберёмся. Лесоволком и зайцем. Классно. Наталья, хорошо, понятно, вы живёте, да? Это дорога, которой вы пользуетесь постоянно, вы там живёте, вы там часто бываете, вы её очистили. Да. А дальше перед вами огромный-огромный город. Куда собираетесь шагать дальше? Ну, в принципе, куда позовут. Может быть, и... Ну, по городу я как-то, честно говоря, да, сейчас я обращаю внимание на деревья. В городе такого варварства пока нет. Пока нет, просто это... Вандализма практически, да, над деревьями. Ну, в таких масштабах точно нет, но ещё раз говорю, на деревьях я снимал... Я снимал приколоченные гвоздями, я снимал вот эти вот не фанерки, а как ДВП-шечки, листы ДВП, а клееные бумагой жёлтой, с вылеской. И они просто конкретно гвоздями приколоченные. Вот у меня такой вот как раз дома-то висит, со следом от гвоздя. Вячеслав Семаков с нами на связи, начальник территориального управления по Первомайскому району Кирова. Вячеслав Николаевич, добрый день. Добрый день. Добрый день. У нас тут в студии Наталья Садыкова, это движение, проект такой, да, экологически добровольный, деревья дятлом, и они вам немножко помогли бороться с незаконной рекламой на трассе, на трассе на дороге Порошина-Боровица, очистили деревья вот от этих вот деревяшек, на которых написаны телефоны. Но я вас просила нам даже историю, наверное, вопроса этого, да, осветить. Насколько вот эта большая, Вячеслав Николаевич, проблема, и получается ли с ней как-то бороться? Ну, во-первых, спасибо огромное ребятам за помощь в этом вопросе. Здравствуйте. Борьбу мы, можно сказать, проигрываем, потому что постоянно у нас эта информация проявляется. В рамках ежедневных рейдов демонтируем сами, если достаем. Если не достаем, сообщаем в департамент городского хозяйства, там уже специалисты выезжают с ушками и так далее. Это все снимает. Проблема в том, что ответственность предусмотрена за данное нарушение, но она только, попадают под нее только те, кто распространяет. Но в основном это пенсионеры, студенты, ну и лица без особого места жительства. Поэтому, как бы, люди и так, так сказать, обделены чем-то. И еще вот, во-первых, их не всегда можем застать на месте преступления. Конечно, не поймаешь смысл. Да-да-да, с полицией только это делать. А, к сожалению, те организации, которые эту информацию пытаются разместить, по этим объявлениям мы их привлечь к административной ответственности не можем. Из-за этого проблема это и остается. Вячеслав Николаевич, да, я прошу прощения, а вот мне помнится, что была ведь какая-то идея, и, по-моему, даже чуть ли не через Гордуму ее проводили год, наверное, два назад, о том, чтобы, ну, вот эти вот телефоны недобросовестных рекламодателей, так называемых, заносить на какую-то там линию горячую, чтобы им там автоинформатор звонил, что-то говорил, что они там гады такие, значит, портят окружающую среду. Да, это не реализовали так? Это реализовали, это работа на одном из муниципальных учреждений. Мы даем информацию, единственное, что вот сразу все телефоны, которые у нас размещены на территории района, на территории муниципального образования города Киров, сразу не... Невозможно. Там надо очень много оборудования, вот, но в любом случае автоинформатор, он работает, вот этот автодозвон, но тоже люди уже к этому приспособились, они периодически меняют телефоны, поэтому... Номера телефонов, и приходится уже перестраиваться. Меняют телефоны, и рекламу клеят уже с новыми телефонами, и придется заново их заносить в горячий список. Еще хотел спросить вас, Вячеслав Николаевич, вот о чем. Скажите, пожалуйста, ну вот снимается объявление, да, вы говорите, мы эту борьбу проигрываем. Я вас правильно понимаю, что снимается там 10, условно говоря, клеится 20? Ну, можно сказать и так, потому что это такой процесс ежедневный. Вот, понятно, что у нас определенный график объезда и так далее, мы все 96 тысяч квадратных метров в течение одного дня объехать не можем, поэтому... А здесь уже люди как-то так на свободное место стараются побыстрее вывесить, поэтому вот эта информация, бывает, по нескольку дней висит. Ну, сейчас стараемся еще подключать и организации, которые занимаются содержанием улично-дорожной сети, в том числе и сетевики наши иногда помогают, и гороэлектросети, и Киросвет, поэтому объявлений... Я вначале сказал, что мы проигрываем, но могу сказать, что в любом случае объявлений становится меньше. Ну, это радует на самом деле, да? Я имею в виду, что можно совсем победить эту... Да, я поняла, что война еще не выиграна до конца. Хотя и новые места размещения вот таких объявлений делаются, и на остановках общественного транспорта уже предусмотрены специальные таблички для того, чтобы люди могли свои объявления разместить. И все равно лепят, куда попало. Да, нам надо вот обязательно, чтобы вот человек уперся на лоб и так далее. Вячеслав Николаевич, вот это все-таки идея с изменением нашего областного административного, как бы, кодекса об административных правонарушениях, о том, чтобы все-таки привлекать к ответственности не только тех, кто клеит, потому что на самом деле клеят люди, как правило, малообеспеченные, которые поддаются вот на это рекламу. У которых взять обычно нечего. Да, там у тебя им платят 900 рублей в день, естественно, это хороший заработок, они с удовольствием идут и клеят. Вот, эта идея как бы не пропала, все-таки, может быть, можно как-то ее провести через наше законодательное собрание, все, чтобы, ну, более радикальное было бы решение проблемы. Продавить какое-то наказание. Насколько знаю, что такая инициатива существует сейчас, у нас, по-моему, проводит департамент с соответствующим структурным подразделением администрации прорабатывает этот вопрос, через кого эту инициативу запустить. Потому что это было бы уже... Ну, это было бы действенное, по крайней мере, да, это было бы действенное, и та работа, которую делают и активисты, и власти, она, по крайней мере, была бы хотя бы ощутима. Здесь начинает опять, видите, ссылаться на то, что кто-то может там кому-то... Ну, конечно, разместить объявления против конкурентов, да. Мы помним эту вот маску, да. Говорилось об этом, конечно. Но вот в общей массе, мне кажется, это будет настолько незначительный процент. Но потом, в конце концов, всегда же можно разобраться, да, размещал, не размещал, нанимал, не нанимал. Можно привлекать к ответственности за неоднократные случаи размещения. Потому что все время кто-то там... Конечно, у нас, видите, у нас ведь процессы, он не стоит над... Не определено, что мы сразу там штрафы выносим, и не мы конкретно выносим решение об административной ответственности. Мы выявляем, направляем предупреждение, после этого приглашаем на протокол. Дальше уже... Ассоциальная комиссия рассматривает, привлечь или не привлечь. То есть здесь ни одна инстанция в этом процессе задействована, и нет никаких заинтересованных лиц, чтобы кого-то там незаконно наказать. Спасибо большое. Вячеслав Семаков с нами был на связи, начальник теруправления по Первомайскому району Кирова. Мы сейчас делаем перерыв на рекламу. Через полторы минуты вернемся в студию. Наталья Садыкова, в нашей студии мы продолжаем рассказ о добровольном экологическом проекте «Деревья детям». Дятлам. Дятлам, простите, да, дятлам. Да, ну и детям тоже, между прочим. Чтобы они потом остались еще и нашим детям. Да, чтобы они доросли до наших детей, до наших внуков. Совершенно верно, да, деревья детям. Простите, ну ладно. С экологом мы тоже будем связываться сегодня. Поля мышам, это хорошо, да. Вот, значит, остановились мы на чем? Перед выходом на рекламу говорили с Вячеславом Семаковым, начальником теруправления по Первомайскому району Кирова. Вячеслав Николаевич говорит о том, что пока, пока, вот, действенных способов наказать тех людей, которые являются заказчиками размещения объявлений в неположенных местах, в том числе и на деревьях, возможностей нет. То есть максимум, что есть, это вот автоинформатор, который автодозвоном этих людей стыдит. Телефонный дятел. Но телефоны, к сожалению, у них меняются, у этих людей, вот, и дозвониться им через какое-то время невозможно. Вот эта фанерка с объявлением, там, того же бетона, да, неужели она до такой степени дорога, чтобы ее снова прибить, я буду менять номер телефона? Я не очень это понимаю. Ну, непонятно, у всех людей разное. Это немножко, немножко мне вот это уже непонятно. Да у них там тысячи, наверное, телефонов, и так. Мне кажется, да, что там огромное количество номеров, которые невозможно там в этот информатор все полностью загнать. Вопрос в том, что вот возможностей и контроля нет. И мы с вами в перерыве договорились до того, что единственный там действенный способ борьбы с подобным явлением, это все-таки там воспитание какое-то, личный пример, работа с людьми. И мы говорили, что есть теория распитых окон, и что, кстати говоря, вот деревья детям, да, дети, которые растут в обстановке, когда на деревьях прибитые фанерки, да, они когда вырастут, они будут это воспринимать как нормальную совершенно историю. Как нормальную, в том-то и дело. А вот подумала, да, вот извините, Анна, перебиваю вас, если бы побольше сейчас было вот этих вот таких, помните, мы были пионерами, и мы сажали деревья. Сейчас тоже, в принципе, такие вещи проводятся, но их бы почаще бы, наверное, да, вместе с детьми какие-то такие мероприятия проводить, о том, детей сейчас очень бережу, вот. А если бы ребёночек посадил хоть одно дерево вместе с папой, с мамой, если бы он убрал вместе с папой и мамой территорию вокруг, поднял бумажку, которую пусть не он бросил, а за кем-то, то есть это не было бы, у нас ведь как, извините, стрёмно, да, что не я же бросил. А если бы он помимо своей ещё бы чью-то бумажку убрал, ну что с тобой станет? Вот тут бы уже, он бы и свою в следующий раз не бросил. Это мы про воспитание экологического сознания говорим. Да, я вот про это надо, видимо, только так мы сможем сделать наш мир чище, когда мы воспитаем такое поколение и себя. Когда эти люди вырастут? Но это, на самом деле, вопрос, наверное, даже не годов, а десятилетий, пожалуй, да? Когда-то надо начинать. Это правда. Завкафедра экологии и природопользования Института химии, экологии Вятского госуниверситета Екатерина Рябова с нами на связи. Екатерина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы говорим про проект «Деревья дятлом». У нас затеяла, группа активистов, группа неравнодушных людей затеяла этот проект, добровольный экологический проект. Они очищают деревья от рекламного мусора. Не только наклеенного, но и прибитого, примотанного проволоками. Причём речь в первую очередь идёт, я так понимаю, о деревьях, которые на выездах из Кирова расположены. То есть это наши лёгкие, фактически это зелёный поезд так называемый, да? Вот эти пригородные все посёлки. Скажите, вот насколько велик вред, который наносят эти люди? То есть мы только визуально, наверное, как не специалисты, можем оценить, и мы понимаем, что если гвоздь тебе вбивают в живое тело, условно говоря, то ничего хорошего в этом нет. А дерево, с которого вот это вот всё сняли, оно может как-то реанимироваться и жить дальше счастливо, если на него дальше не будет прибивать ничего? Ну, конечно, это действительно проблема, которая сейчас существует в связи с тем, что реклама вывешивается в всевозможные места, куда можно повесить деревья. Это не исключение. Но хочется сказать, что когда ствол дерева ранится, ствол дерева, ствол кустарника, это может привести к тому, что в это отверстие могут попасть различные возбудители болезней. Это могут быть грибы или бактерии. И всё это, конечно, негативно сказывается на жизненном состоянии растения. И наверняка многие наблюдали такое явление, которое называется камень детечения или по-другому гомоз. Это название болезни, когда из ствола выделяется густая, желтоватая клейкая, такая густая жидкость, вещество, я бы так сказала. И всё это является следствием того, что было какое-то механическое воздействие на дерево. Может быть, это прибитый гвоздь, это проволока или ещё что-то. То есть это своего рода защитная реакция дерева, но в то же время это индикатор того, что состояние у него недостаточно хорошее. У хвойных часто бывают смолы течения, когда течёт живица. Это тоже защитная реакция для того, чтобы не попали вители в ствол дерева, я бы так сказала, в глубинные ткани. Конечно, вот эти все механические воздействия, они особенно интенсивные, когда там сильно обмотано, например, проволокой металлической или несколько гвоздей забито. Всё это снижает жизненность и является таким входным отверстием, входными воротами для инфекций. Как у человека, получается, всё то же самое, рано. Растения – это тоже живые организмы, они очень чутко реагируют на все воздействия, которые на них оказывают, и его состояние – это индикатор того, что происходит. А более болезненно вот эти вещи воспринимают лиственные деревья или хвойные всё-таки? Всё зависит от того, насколько глубоко проникает какое-то вещество, какое-то механическое воздействие. Если повреждается такой слой в дереве, который называется камбий, а это образовательная ткань, которая как раз отвечает за рост дерева и за нарастание в толщину, то, конечно, тут неважно, это будет хвойное дерево, лиственное, оно будет интенсивно повреждаться, у этого, может быть, засыхать будет, будут появляться болезни. Растений будет дальше. Да, будет замедленный рост. То есть оно будет расти, но рост может быть замедленный, либо с одной стороны будет расти, с другой не будет, потому что клетки повреждаются, они не делятся, и роста у растений нет. Вопрос ещё вот, с чего мы начали. Вот если вот это объявление прибито уже этим гвоздём, подходит там человек, этот гвоздь достаёт, есть смысл его доставать или уже всё равно, раз он был прибит? Уже некоторые не доставали. Нет, конечно, смысл доставать есть. Почему? Потому что ведь можно растения реанимировать. Каким образом? Обычно что делают? Когда достают какой-то предмет, ну пусть это будет гвоздь. В данном случае у специалистов, которые занимаются реанимированием растений, есть определённые шаги. Первый шаг – это то, что нужно зачистить ткань до здоровой ткани. Обычно это применяют различные инструменты, как правило, это садовые ножи. Потом происходит дезинфекция фунгицидами. В основном это раствор медного купороса. А потом всё это замазывают садовым варом, который препятствует проникновению бактерий и вредителей. И таким образом растения восстанавливаются и нормально начинают дальше расти. Но в основном, конечно, эту процедуру делают в первой половине вегетации, то есть весна, начало лета, когда закончилось сокодвижение. Потому что если мы в период сокодвижения начнём такие процедуры делать, мы, наоборот, можем усугубить состояние растения. Да, понятно. Спасибо большое. Екатерина Рябова была с нами на связи. Заведующая кафедрой экологии и природопользования Института химии и экологии Вятского госуниверситета. Спасибо большое. Оказывается, вы вовремя начали свои работы в начале мая. Но вот на счёт садового вара и медного купороса вы не подумали. А я сейчас скажу. Это значит, что вам нужны добровольцы. Я надеюсь, мы не усугубили, честно говоря. Нет, это точно не усугубили. Нет, хуже точно не стало. Честно говоря, мы гвозди не выдирали. Потому что, если начинаешь... Чтобы выдрать с гвоздём, это надо гвоздодёрам упереться в ствол. И повредить его ещё больше. Поэтому переламывали фанеры. Честно говоря, гвозди остались у нас. И это, конечно, так хочется всё это вытащить, замазать. Но вот мы не совсем как-то мы такие ветеринары леса получились. И лучше, но потому что всё-таки отверстие это закрыто, и в него не попадает как минимум. Я почему и спросил, что если его, может быть, и не доставать хотя бы, чтобы не открывать. Если нет возможности каждое отверстие реанимировать так, как нам специалист пояснил, садовым варом там, да. В любом случае, как бы привлечь в вашей ряды людей, которые вот именно занимаются, вот, как бы, не ботаникой, как это названо, да, уходом за деревьями. Любых людей, которые готовы просто это делать, да. Которые просто и ещё за вами, так сказать, всё это сделают, чтобы они просто занимаются. Посмотрев лекцию какую-то специалиста, который расскажет, как это делать правильно, и дальше там использовать эти знания. В идеале привлечь людей, которые вообще это делать не будут. То есть они, которые делали, а теперь перестали. Вот чтобы все просто перестали. А, мы имеем в виду про тех, кто размещал объявления. Ярный вариант – это те, кто осознал. Осознал, что ну не надо, ребята, так делать. Был неправ, осознал, присоединился, плоды своего труда. Кроме как минуса к своей карме, они ничего не зарабатывают на этой рекламе. А уж сколько в них летит, конечно, негатива. Мы когда убирали эти объявления, проезжали машины, нам сигнали или показывали. Ребята, вы молодцы. Прямо останавливались, да, вы молодцы. Нет, так этот визуальный мусор, он ведь не только деревья портит, он ещё и водителям, по-русски говоря, мешает. Вот я тоже хотела сказать, что отвлекает водителя. Это отвлекает водителя, и постоянные надписи, ещё иногда и крупные, и яркие. Это же всё равно... Бьёт в глаза. Бьёт в глаза, совершенно верно. Я, например, очень пугаюсь, там, какой-то световой красный рекламы на улицах, потому что мне кажется, что это красным загорелся где-то светофор. И мне надо остановиться немедленно. И здесь та же самая история. Та же самая история, это очень отвлекает, действительно. Спасибо большое, Наталья Садыкова, инициатор проекта «Деревья дятлом», я правильно сказала. Но и детям тоже деревья. Вот, присоединяйтесь в Инстаграм, вы называетесь так и называетесь. Называемся так и «Деревья дятлом», да. Да, и можно, ребят, найти, пожалуйста, я так думаю, что проекты ещё будут впереди. Спасибо. Дневной разворот на этом завершается, мы с Николаем тоже прощаемся. До свидания. Николай, до свидания.